Во французской стороне, на чужой планете, Предстоит учиться мне в университете. На-на-на, на-на-на-на-на-на-на! Сегодня в программе. Бросай курить и выиграй! Студенты нашего универа избавляются от вредной привычки. Хотите прогуляться по деревне Универсиады 2019? Студенты и преподаватели Сибирского Федерального готовы помочь. Спортивная подготовка как средство выживания в военные годы. Ветераны войны и спорта всегда в строю. В нашем универе полным ходом реализуется вторая часть популярного реалити-шоу «Бросай курить и выиграй!». В 2012 году итогом первой части проекта стал отказ от курения трех его участников. В этот раз организаторы подошли к делу еще более ответственно и надеются, что победивших вредную привычку будет гораздо больше. Мы подумали, придумали студенты тогда Союза молодежи СФУ и реализовали. Сейчас мы берем их опыт. Какие были проблемы, что ребята не могли вовремя. То есть вечерние занятия какие-то, спортивные, бассейн, творческие какие-то, которые были первый раз. Им приходилось далеко ехать домой. Сейчас мы создали такую обстановку. Они отучились, пришли домой в общежитие СФУ. Потом раз, пошли на мероприятия, на всякие спортивные, творческие, другие. Сами участники признаются, что бросить курить намного легче, когда ты находишься в обществе людей, которые в любой момент готовы оказать тебе поддержку. Тем паче, что график у ребят составлен так, что устроить перекур просто некогда. Утром зарядка, потом учеба. Каждый вечер творческие и спортивные мероприятия, а в выходные совместные вылазки на природу. Расскажите, курить, бросить трудного? На самом деле, мне вот сейчас как-то очень легко, потому что меня поддерживают ребята, меня поддерживают наши организаторы, меня поддерживают мои друзья. И прям, я как-то сейчас вообще не задумываюсь ни о сигаретах. Кстати, за психологическим состоянием участников проекта следят психологи и медицинские сотрудники. Поэтому и вероятность того, что кто-нибудь из ребят незаметно от всех покурит или выпьет, практически равна нулю. Ну а слабовольных ждет суровое наказание. Исключение из проекта. В 4 часа утра вы изъявляетесь в таком виде. Для чего бы отсюда вообще идти на этот проект, если у вас такие проблемы с алкоголем? Все участники подписали договор, согласно которому во время проекта они не только не будут курить, но и распивать алкогольные напитки. Дело это очень ответственное. Из 128 желающих в проект прошли только 23 человека. Стоит отметить, что все участники реалити-шоу находятся в равных условиях. Ведь при отборе учитывался даже такой психологический показатель, как предрасположенность участника к курению. Анкета была разработана специально. Она определяла уровень мотивации на отказ от курения. Именно по среднему этому показателю мы выбрали участников. Не лучших и не худших. Для того, чтобы участники находились в более-менее равных условиях. Но от себя добавим, что каждый, кто захочет распрощаться с вредной привычкой, должен знать, что у него есть все шансы. Бросить курить – это реально. Строительство объектов универсиады 2019 в нашем городе еще не началось. А вот прогуляться по деревне универсиады можно уже сегодня, благодаря проекту, разработанному студентами и преподавателями Сибирского федерального. В предельно сжатые сроки, за три недели до начала работы 11-го Красноярского экономического форума, гостям которого и был презентован проект, в виртуальном пространстве появились 3D-объекты будущих зданий. Было очень интересно попробовать что-то новое именно в техническом и визуальном воплощении, потому что такая технология достаточно редко распространена как в России, так и особенно в Сибири и на Дальнем Востоке. И это именно с точки зрения саморазвития и банального интереса было практично. И также было интересно рассказать и гостям, посетителям КЭФа о кампусе Сибирского федерального универсиады, о планируемых постройках зданий, как-то все будет развиваться и работать. Дополненная реальность – это креативное решение для демонстрации проекта деревни. Над его созданием трудилась команда программистов, дизайнеров, фотографов, студентов и преподавателей Института архитектуры и дизайна. Каждый работал практически по 12 часов в сутки. В сроках мы были очень сжаты, порядка трех недель. За три недели мы выполнили довольно-таки большой объем работы, что компании, принимающиеся этой же деятельностью, выполнили бы за больший срок. Если было бы больше времени, можно было доработать детальность этих моделей, то есть добавить каких-то людей, добавить символику самой универсиады, может быть, какие-то визуальные эффекты. У команды гуманитарного института уже был опыт подобной работы. Несмотря на сложность поставленной задачи и огромную ответственность, долго уговаривать ребят не пришлось. Это интересно как минимум, ну и как бы опыт. Это очень полезно, мне кажется. И те студенты, которые как бы отунивают от этих дополнительных занятий, скажем так, многое теряют. Рассмотреть все детали можно с помощью компьютерного приложения, веб-камеры и специального маркера, с которого происходит считывание и визуализация на экран того или иного объекта. Это новая технология, которая, ну, не воскребована, не популярна на восточную часть Тер-Лосии. И, ну, каким-то образом вкладвинуть эту технологию и опробировать ее, то есть сможем ли мы, сможет ли наша команда выполнить ее с теми требованиями, которые были предъявлены заказчикам. Говорить с уверенностью, что именно так будут выглядеть будущие объекты универсиады еще рано. Проект пока не одобрен. А вот новая технология, без сомнения, имеет право на жизнь. Великая Отечественная война Великая Отечественная война длилась долгих четыре года. Вместе со всем советским народом на защиту Родины встали те, кто в мирное время славил свою отчизну спортивными рекордами. Каждый спортсмен в бою стоит нескольких рядовых. Даже в суровые сороковые в стране сохраняли спортивные традиции, но спорт в основном был направлен на подготовку солдат к боевым действиям на фронте и в тылу. Газеты военных лет сообщали о событиях не только на фронте. Например, из подшивки газеты «Красноярский рабочий» я узнала, что в феврале 44-го состоялся молодежный кросс для подготовки бойцов-лыжников. Наш земляк Владлен Григорьевич Кузнецов является не только ветераном Великой Отечественной, но и ветераном красноярского спорта. В 17 лет он вступил в ряды советской армии. Служил в должности разведчика. Стал кавалером орденов славы 2-й и 3-й степени. Ордена Красной Звезды. Награжден медалью за взятие Будапешта. Воевал на всех четырех украинских фронтах. Прошел с боями пол Европы. Великую победу встретил в Австрии. Господи, это такая радость, такое счастье. Таких не прятаться, не мухать, не доедать, не досыпать. И вдруг такая вот мирная жизнь. Владлен Григорьевич считает, что спортивные навыки во время войны пригодились как никогда. Помогали выстоять в самых трудных ситуациях. Наш герой признается, что спорт во время войны был единственным развлечением. Командир роты классный волейболист. Сразу в армию пришли только на привал, натягиваем это и волейбол играть. Вроде пройдешь 30 с лишним километров. Все, только на тебе и сюда. Да, это не реально. Война закончилась, а наш герой был демобилизован лишь спустя 5 лет. Восстанавливать силы после войны помогал опять же спорт. В армии начались постепенно возражаться традиции спортивные. То есть проводительство для первенства округов, первенства частей, первенства дивизий. Просто интерес к жизни какой-то снова вновь появился. Всю свою жизнь он активно занимается спортом. Играл в футбол, увлекался хоккеем с мячом. Затем стал тренировать команды. Сын и внук нашего героя пошли по его стопам. Тоже стали спортсменами. Более 25 лет Владлен Григорьевич был спортивным корреспондентом газеты «Красноярский рабочий» и спортивным комментатором на радио. Прихожу в редакцию, мне говорят, слушай, мы знали тебя как скромного, такого очень застенчивого человека. Ну, как ты нахально отвел этот репортаж. Сегодня Владлен Григорьевич не только почетный гость на всех спортивных мероприятиях города. Он не упускает возможности поучаствовать в спортивных соревнованиях. Про нашего героя можно без преувеличения сказать. Это человек с самой высокой пробы. Нам есть с кого брать пример с ветеранов Великой Отечественной. Заря, в небе олеет заря, а май словно был отзвук игрок. Тишина, благоухает весна, Восторг, в небо взрывает салют. И мир, а в памяти все же война, О ней сегодня в России поют. Батайоны доблестных солдат, Мы, Россия, все сыны твои. Пусть победы, звезды вас горят, Вы страданной русскими войны. Сердцем в униссан судьба моя, Правда и сильны сыны твои. Вновь в победе звезды вас горят, Вы страданной русскими войны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok